Добрый день, мои дорогие подписчики! С вами снова Анита на своём канале Атына Кныт. Сегодня я покажу очень интересный вид, как мы можем укрепить на двойном подгибе сам край нашего подгиба. Итак, я связала уже изнаночную сторону подгиба и теперь хочу его укрепить, чтобы край был чётким. И есть такие места, где нужно, чтобы был чёткий кантик. Это на листочках прорезных карманов, иногда и на рукавах, и на подолах юбок. Я проложу по канту перегибу цепочку, простую нашу цепочку. Итак, буду я её прокладывать двумя способами. На части я проложу с этой стороны, а на другой части я проложу с лицевой стороны. На части я покажу, что мы получим, если проложим цепочку. Просто от руки прокладываем цепочку на перегибе. Этот край особенно на листочках прорезных карманов. Сейчас есть такие карманы, которые не очень чётко обозначены с самим перегибом. То есть потом покажу и карман, как с таким делать. И хорошо он смотрится тогда, когда там нет, как бы есть на листочке, она не растягивается, есть обозначение перегиба, но в то же время он не ту такой чёткой линии. И теперь я буду покажу, как сделать такой же, проложить такую же цепочку на полицевой стороне. То есть я чуть-чуть отодвигаю. Здесь я поставила. И просто прокладываем по другой стороне нашего полотна цепочку. Это немножко может быть неудобно, но даст очень красивый, где необходимо, кант. Он будет чётко обозначен, будет проложена цепочка и будет перегиб такой уже острый. То есть на этом образце мы посмотрим два вида перегиба, которые нам пригодятся в дальдейшем вязании. Вот я уже почти закончила. Если вы обратили внимание, у меня такой очень своеобразный набор сейчас. Вот я дошла до конца. Задвигаю туда. Обратили внимание, что у меня на первом ряду навешана вот эта гребёночка. Гребёночка, на которой все нежпительные дужки. Здесь как я это делаю и как этим заканчиваю, пользоваться, есть ролик. Ссылку я оставлю под видео. Итак, далее у нас каретка сейчас была слева. Далее включаем частичное вязание. Так как у нас иглы выдвинуты, нам нужно перевести каретку на другую сторону. Перевозим каретку и заправляем в неё нить. Заправили в нить, отключили частичное вязание. И теперь провязываем уже на рабочей плотности те количество рядов, которые нам необходимо. То есть количество рядов, которые нам надо провязать. Я советую на два ряда больше, чем у нас было отвязано здесь на изнаночной стороне. Сейчас я подниму петли. Итак, я уже заканчиваю продевать все иглы. Смотрим, чтобы они все были, попадали. Вот и снимаем гребёнку. Здесь я видела, что у меня последнюю иглу я даже не стараюсь. Вот, придерживаем рукой, сняли. Всё, у нас всё готово. Последнюю иглу я подправляю. Дальше вяжем уже то, что нам надо вязать дальше. Соединяющий ряд немножко слабее. И на рабочей плотности провязываем необходимое количество рядов. Итак, посмотрим сейчас, какой же у нас получился красивый кантик. Снимаю прямо с машины. Сразу можем это оттянуть. Гребёнку сниму. Вот, сняли с машины. И вот, что мы получили. То есть, на одном, вот как на листочке, да, вот у нас красиво проложено это кантик, и он не будет деформироваться. Тот, где цепочка проложена, изнутри он будет такой выпуклый, но он не будет растягиваться. Сейчас прогладим и посмотрим более тщательно. И вот я прогладила немножко паром обдала. То есть, мы получили вот такой, видите, двойной подгиб красивый. О том, как поднять петли, смотрите в другом ролике. И здесь у нас вот красивая цепочка. Здесь у нас цепочка по изнаночной стороне. Она не видна, но край, видите, он не деформируется. Он остаётся таким вот хорошим. На листочке очень хорошо. Здесь даже если есть карман прорезной, он никак будет руку прокладывать, он не растянется, она не будет деформирована. Также можно здесь уменьшить плотность и с изнаночной стороны уменьшить. С лицевой опять доходить с меньшей до рабочей. То есть, но прокладывать такую вот цепочку очень интересно. На этом сегодня спасибо всем, кто просмотрел до конца. Посмотрите и другие ролики про то, как я быстро делаю вот этот подъём. Смотрите в ролике, ссылка под видео. На этом сегодня всё. Пока-пока.